Цветущий газон Цветущий газон это по сути оптимальным образом сбалансированная смесь семян цветов. Обычно, как правило, это однолетние культуры, как современные сорта, специальным образом отобранные, так и некоторые дикие виды цветов, луговых цветов. От самой составляющей смеси, от ее компонентов, от их соотношения зависит качество этого газонного покрытия, их внешний вид и длительность цветения. Если смесь семян для цветущего газона составляет дилетант, чаще всего получается не смесь, а божеское наказание. Цветут 2-3 вида цветов, да к тому же неделя другая и нет цветущего газона, а есть трава-мурава. При разработке нашего последнего проекта «Цветущие газоны для России» мы опробировали около 15 различных смесей, составленные лучшими мировыми специалистами, которые разбираются в этом профессионально. В итоге мы выбрали 7 видов различного функционального предназначения, которые обеспечивают все те потребности, которые могут возникнуть как у профессиональных озеленителей, так и у садоводов-любителей. Многие помнят так называемые мавританские газоны. Этот термин специалисты НК «Русский огород» и ввели в обиход 6 лет назад. Но за последнее время появилось столько мавританских подделок, что в НК от этой идеи отказались. Заменили мавританский газон цветущим. Название попроще, а цветов больше, и все цветут. То же самое происходит и в стамбульском парке Илдис, около знаменитого моста через Босфор. Это скорее не парк, а лес, похожий на московские кузьминки. Только деревья и кустарники в нем, естественно, южные. А у кубы, например, достигают полутора метров. А у нас ее знают как горшечное растение. Впрочем, там не только красота, но и напасти водятся. Грызуны и насекомые невидимые подземные очень растениям вредят. Во как! Оказывается, проблемы везде одинаковые. А наших дачников медведки одолели. Такая напасть! Никак от нее не избавиться. Не секрет, что многие дачники, копая землю в саду по весне, находят живых существ, похожих на куски ржавой проволоки. Это личинки щелкуна, проволочника, очень вредного жука. Бороться с ними можно и механическими методами, и химией. Основным, наверное, решением является постепенная, периодическая замена препаратов, которые используются. Нет смысла использовать один и тот же препарат много раз подряд. Лучше после двух-трехкратного успешного применения, даже если препарат продолжает, казалось бы, хорошо действовать, использовать какие-то другие средства. А более подробно о всех этих методах читайте в настоящем хозяине на странице 34. Да, сегодня я хорошо поработал, как настоящий хозяин. Будь настоящим хозяином, как я.